Приказ об изменении тарифов на услугу по пересылке печатной корреспонденции был опубликован 25 марта. Последнее повышение цен было в апреле прошлого года. В этот раз увеличение произойдет в среднем на 5-6%. Конкретно, вот простое письмо, марочка будет стоить 15 рублей. Раньше стоило 14-25. Письмо до 20 грамм заказное, оно у нас с вами будет стоить 32 рубля 60 копеек марка. Раньше стоило 31 рубля. Пойдут навстречу только корпоративным клиентам, которые используют почту для массовых рассылок. Госпредприятию дали право устанавливать скидки на услуги почтовой связи. Это касается только письменной корреспонденции. Доставка периодической печатной продукции, газет и журналов – вот где новые тарифы могут ударить по кошельку. Подписка на полгода еженедельной газеты с 1 апреля увеличится практически на 200 рублей. В результате за доставку того же «Голоса Череповца» придется заплатить почти столько же, сколько за само издание. 390 рублей стоимость, если подписаться и приходить за газеты в киоск, и 794 рубля, если вам почтальон принесет. То есть получается в этой доле 404 рубля – это доля почтовых услуг. В почте такую ценовую политику объясняют удаленность у многих адресатов. Корреспонденцию приходится доставлять в глубинку, порой по непроезжим дорогам. Огромный штат сотрудников выполняют в провинции и банковские, и социальные функции. При этом перед руководством предприятия федеральные власти ставят задачу выйти на самоокупаемость. По некоторым оценкам, чтобы услуга была рентабельной, нужно повысить тарифы на 13%. Но за такие деньги желающих пересылать письма нерасторопной почтовой службой будет немного. Вот и приходится организации идти по среднему пути. Пока цена на услуги Почты России будет значительно ниже, чем у конкурентов, Постоянные клиенты от нее едва ли отвернутся. Я пользуюсь чисто для посылки судебных исков, поэтому мне придется в любом случае их посылать. А я письма посылаю. Вот мне тут будет уходить, я тут все равно буду полдиться. И платить за квартиру, за все.